Привет, ребятки! Давно не выходила с вами на связь, какие-то дни были ленивые. Я отходила от того, что замучилась с видео на Хэллоуин, которое я приготовила для вас, и немножко так отдыхала от камеры, от всего. Я даже еще не начинала монтировать влог с моего дня рождения, который я выставлю 30 октября. Да, уже больше месяца прошло с моего дня рождения, но что я сделаю, если у меня все-все-все идет по графику, по-моему, собственному. Я уже знаю, как у меня в ноябре будут видео выставлены. Сейчас уже вечер, хотя только половина седьмого, но очень темно уже, и немножко это, конечно, пугает. Кажется, как будто бы уже часов девять вечера. Я сейчас иду до Вовы в офис, и нам нужно съездить на почту, оплатить коммуналку, потому что уже 26 число. И, фух, нужно будет съездить еще там в одну больницу, Вове отдать протезы им, отвезти. И думаю, потом мы заедем в Мак, в Макдональдс, потому что сегодня среда, традиционный день Мака, мною названный традиционным днем Мака. Мне уже рука замерзла сильно, прям, надо перчатку надевать и держать, потому что камера не сенсорная, только кнопочки нажать, а они не сенсорные у меня, только экран сенсорный. В общем, у меня отличное настроение, уже два дня держится, я не знаю, с чем это связано. Сегодня мы собирались с мамой ехать в больницу, нужно было проверить почки мои, но наш врач сегодня не смог принять, мой врач точнее. И поэтому мы поедем завтра утром, и во сколько, вы не представляете, 8 утра. Но для меня это вполне реализуемо, потому что я могу и не ложиться спать, я могу просто собраться, начинать собираться в 7 часов, и к 8 мы там уже будем. Я очень не люблю больницы, вообще не хотела ехать, но мама меня заманила вкусным кофе, который она там видела в кафетерии. И очень хочется позавтракать кофе с пироженкой с какой-нибудь, поэтому если удастся, я буду очень рада. И спать я не хочу ложиться. Сегодня раньше, а завтра вставать, во-первых, все равно не высплюсь, и будет ни туда, ни сюда. Во-вторых, я проснусь с плохим настроением априори, я уверена. И еще завтра у меня итальянский в 2 часа дня. Как-то мне нужно между больницей и итальянским успеть поспать и сделать еще домашнее задание. Или сегодня, или завтра сделаю, может быть лучше сегодня. А так у меня был ленивый день. Лежала, смотрела видео на ютубе, ничем особо не занималась. Итак, мы уже приехали в Макдональдс, как я вам и говорила, сквозь пробки. И сейчас самые пробки. Решили посидеть внутри, покушать сразу горяченького, а не брать с собой. Потому что мы пока доезжаем до дома, особенно по таким пробкам, то уже еда вся становится холодная. А картошка фри невкусная, когда холодная. Про другое не знаю. Зонтики убрали. Ну, конечно, убрали. Не сезон уже. Забираем местечко. Что, сюда сядем, как всегда? Здесь никого нет просто. Еее, ну что, вот и наша еда. Я села монтировать влог с моего дня рождения. Ну, скорее всего, сегодня не буду монтировать так. Просто загрузила все в свою программку. Закинула все на ленту времени. Пока что получается 40 минут, 42 секунды. И мне хотя бы в два раза нужно будет уменьшить это видео. Вот. И мама мне перед сном сделала вот такие бутербродики с икрой. Ох, вкусняшка. Сейчас покушаю. Чай не буду ставить, не хочу. И все. Потом буду посуду мыть, что-нибудь смотреть, пить кофе и так далее. Ну, а вам спокойной ночи. Сейчас 10 часов утра. Я недовольная, злая. Минус 7 на улице. Холодно. Наш прием врача перенесли на завтра. Но сегодня я все равно вынуждена ехать за Вовой, чтобы он поехал на работу. Потому что вчера я уже забрала машину. И потом только выяснилось, что прием перенесли на пятницу. Поэтому я очень злая. Хочу спать. Недовольная. И еще у меня на щеке здесь как будто бы меня приставили сковородкой. Красное такое пятно в полосках. Или как будто бы меня поцарапали. В общем, это я так прекрасно спала сегодня ночью. Я считаю, что это вот мои игрушки зебры полосатые. Я, наверное, на нее облокотилась и так спала. Ну, в общем, жесть, что сказать. Супер видок. Всем приветик. Я уже сходила на итальянский. Позанимались полтора часа с моей преподавательницей в воскресенье. Меня зовут. Принять участие в выставке. Образовательные выставки в Италии. Студиаре и Виталия. Хотят меня приставить к итальянцам для того, чтобы я помогала переводить. То есть мне дадут одного итальянца с его университетом. А там будет где-то 15 университетов примерно. Мне скажут, что рассказывать про этот университет. И я буду рассказывать студентам и людям, кто интересуется в этой теме. Я сегодня не красилась, кроме бровей. Потому что... Потому что я не успела и мне не особо хотелось, если честно. И еще собираюсь немножко сейчас поспать. Плюс мне надо монтировать влог со дня рождения со своего. Вчера я уже немножко это начала делать. И хочу сейчас зайти в магазин, взять себе пироженку какую-нибудь небольшую и попить чаек. Потому что что-то вообще сладкое не ела. Вчера и сегодня. До сих пор. Так что в воскресенье с 12.30 до 6 я буду там. Это будет проходить в Хилтон Гарден Инн в отеле, который находится на Кабанбе Батыра по диагонали от Макдональдса. И там мы все будем собираться. Я очень переживаю, потому что это моя самая первая образовательная выставка. Я никогда не присутствовала на таких, не связанных ни с одним университетом, не связанных с английским языком. Тем более с итальянским. Поэтому я сначала хотела отказаться, потому что я всего боюсь. Боюсь чего-то пробовать, боюсь что-то новое. Но потом подумала, что это будет достаточно интересно. И к тому же я смогу что-то заснять и показать вам. Это тоже классно. Что-то необычное, какое мероприятие я посещу. Я зашла в магазин и взяла себе пироженку птичьему молоку. Она безумно мягкая. Я вам просто покажу. Смотрите, какое оно мягкое. И даже вот так вот попробуем его. Ух, красота. И сделала себе чаек в стаканчике Звездной войны. Так, хотела показать свои рисунки, которые я уже успела разукрасить за это время. Итак, я начала с обложки. На обложке здесь Алиса, кролик и олененок. Я все раскрасила. В основном фломастерами. Афон, то есть небо, травку, книжечки. Все карандашиком. Остальное фломастерами. Итак, следующая картинка у меня. Это дом с кроликом. По мне кажется, что это Хэротс. Большой магазин, который находится в Лондоне. Мне он его напоминает. В общем, он получился у меня в таких тонах. И также основной фасад дома у меня покрашен карандашиком фиолетовым и розовым. Следующий рисунок самый минимальный. Узорчики из цветочков. Я их очень быстро закончила. Буквально за 40 минут. И это последняя моя картина. Это комната, в которой окно. Различные инструменты для того, чтобы писать. Кофе в моем случае. Гостиная, можно так сказать. И здесь дневник. Я написала здесь свое имя. И какого числа я разукрашивала эту картинку. Это было аж 12 октября. Представляете, уже как давно. При том, что сегодня 27-е. И здесь написано, запишите что-нибудь в блокнот. Я решила записать сюда дату. Следующую картинку я только начала. И также это было очень давно. Я уже давненько не разукрашивала. Не было времени. И здесь немножко просвечивают такие яркие голубые тона. Так что потом вам покажу еще, как будут выглядеть мои дальнейшие рисунки. Потому что их еще здесь море просто. Три часа ночи. Ни единой души. Звенящая тишина. Даже машины не едут. Не так холодно, кстати. Давно хотела вам показать прикольную закрывашку. Присяпочку для молока. То есть не нужно лучше резиночками подвязывать, как мы раньше делали. Я не знаю, откуда она у нас делась. Но факт в том, что она очень удобная. Потому что ее вот так вот... Ой, как на руку вообще неудобно. Ее вот так, оп, расщелкнул. Молочко налил сколько нужно. И снова защелкнул. И молоко уже никуда не денется, не разольется. Потому что крепко держит эта прищепочка. А у меня сегодня официальная ночь без сна. Как вы помните, что мы сегодня собирались ехать в больницу. Но наш прием отменили. Я из-за этого не спала всю ночь. Потом поспала два часа перед тем, как надо было к Вове ехать. Везти его на работу. И была без настроения из-за того, что поспала два-три часа. Потом я еще спала перед итальянским. Потом я вечером два часа поспала. И сейчас я абсолютно не хочу спать. И не буду, потому что уже в семь утра мне нужно вставать. И я не вижу смысла ложиться спать. Я сейчас буду что-нибудь смотреть в ютубе. Потому что уже пол пятого. Тут не видно, что пол пятого. И только что сходила в душ. Вон она, я в отражении. И мы утром с вами поедем, поедем, поедем в больницу. Ну что-то я вам там покажу. Потому что я буду пить кофе. Скорее всего, который меня мама завонила. И у меня от этого будет отличное настроение на завтра. Уже по восьмого я собралась, накрасилась. Как будто прям поспала. Но спать вообще не хочу. У меня сегодня такой осенний теплый макияж. Мы поехали. Машинка уже прогревается. Сейчас сядем и поедем далеко-далеко. Минус девять. Но холод не чувствуется, наверное, потому что нет ветра. Мам, ты че бежишь? Мама бежит. В общем, мы приехали в больницу. Ехали не так долго. Повезло. Пробок особо не было. Вот это вход такой. Это президентская больница. Это больница управления делами президента. Фух. Ну что, заходим. Мы поднялись на второй этаж. Здесь такая люстра красивая, большая. И там красивые залы. Я вам потом покажу. Разгулива в бахилах и с бумажкой. Вот такие обширные здесь коридорчики. Как в Эрмитаже прям. Добрались мы, наконец, до кафетерия в больнице. Здесь вот такие вкусняшечки, пироженки и пончики. Сейчас что-то будем брать. Это кофе и всякое такое. Много всего, в общем. Это маффины, пончики, кексики. А это как синабонки с корицей, поэтому я не беру. Я, в общем, взяла красный бархат и капучино сейчас возьму. Мы пришли в тот самый кафетерий, который называется буфетерий. В кафетерии больницы. В общем, взяли капучино. У меня с сиропом лесной орех, красный бархат, красивый. Как всегда, обожаю эту пирожную. Тут даже есть такая декорация на столе. И у мамы тоже капучино. Еще мы набрали Вове всяких сдоб. Мама взяла и Владе пирожных. А ты, Владе, какое пирожное взяла? Это федофрэк, как это называется, заграницами ели. Чизкейк? Нет. У нас был с корицей. А, синабон? Синабон. Просто Влада ест синабон с корицей, а я не ела. Синабон априори с корицей в основном. Ну, а теперь, с чувством выполненного долга и с прекрасным настроением, ложусь спать до двух часов. Ну что ж, прошло три часа. Ну что ж. Я поспала целых три часа. Три часа спала как убитая. Хотя, Влада мне сказала, что я смотрела на мир. То есть, я постоянно просыпалась и смотрела на все, что происходит в комнате. Я этого не помню. Вова, поздоровайся. Здравствуй, зритель. Здравствуй. В общем, зачем мы встретились с Вованом? Вован, зачем мы встретились-то? Слушай, я не люблю, как называть меня Вован. Ладно. Как будто какой-то жирный боров. А ты не такой. Иди. Шутка. Я не жирный, я фольфтурный. Мы едем сейчас в зоомагазин, потому что у Мольки и у Сальки закончился весь корм. Мне нужно будет взять сухой и мокрый, или как он, жидкий называется. И травку, 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 травку. Чтобы Влада посадила, чтобы они кайфовали, вот так. У них тоже может взять травку. А что за травка вообще? Трава. Для кошек? А на зоомагазине подается? Да. А куда она высаживается? Ну, у Влада в таком белом контейнере пластиковый. Там земля и травка. Все надо брать. Спроси у Влады. Она шарит. Я пришла в зоомагазин. Набрала корма. Ага, спасибо. Вот у меня тут. Кое-кто пытается сделать дырочку в сухом корме и своровать корм. Саля. Саля. Водит нос, ты че? Она пытается уносить... Эй, она уже зубы подключила. Саля. Саля. Саля, воруй в корм. Салечка, нельзя воровай. Она безумная. Саля. Ты че такая безумная обезьяна, а? Ммм? Мам, она уже раскрыла, уже ест. А кто второй пришел? Скажи, что делает Саля для моря. Слышь. Уже хрустеет. Она для сестры тоже делает дырочку. Сестра сейчас тоже будет кушать. Да, сестра, ты че облизываешься, сестра? Ну-ка, Саля, какую ты там дырку сделала? Ой-ой-ой-ой-ой, ну ты даешь. У нас сегодня пополнение табака и угля. Уголь скоро у нас кончается уже, поэтому Вова взял заранее на будущее новую упаковку, мою любимую. И мы взяли табак, точнее, Вова, Адалия. Мне нравится Адалия тем, что они такие милые. Здесь разные вкусы. Гавайи, малиновый пирог, ледяные конфетки и альфа-кер. Здесь виноград с ягодами, с ежевикой. Это арбуз и мята. Вот такие красотки у нас здесь есть. И красивые такие картиночки мне наводали. Так что сегодня будем какую-нибудь вкусняшку пробовать. А у меня тем временем закипает водичка. Сейчас буду готовить пасту. В общем, мы приехали посмотреть на новый магазин, который открылся. Посмотрели. Вкус март, вкус апрель. Урнборд 19. Вот даже было открытие. Но, к сожалению, они работают до 12 только. Блин, плохо, что не круглосуточный, да? Мы надеялись, что он будет круглосуточный. Хотя бы до 2. Да. Что за бред? Такие большие супермаркеты на 12 работают. Ну. Итак, ребят, я уже в Хилтон Гарден Ине. Прошла практически без обоззания. Всего лишь на 3-4 минутки. И сейчас я буду клеить наклейки на журналы, которые мне дали. Вот такие журналы, вот такие наклейки. То есть мне нужно отклеивать его, сюда приклеивать. Буду сейчас этим заниматься. В общем, я наклеила наклеечки. Такая-то автология. Мне еще целый карабин дали наклеивать. Я так полагаю, что здесь будет сидеть итальянец. Здесь буду сидеть я и переводить. Пока что тут процесс подготовки. Баннеры устанавливают и так далее. Мне дали бейджик вот такой прикольненький. Он так прикольно цепляется. Как бы свободный, но он не упадет точно. И мне сейчас нужно написать свое имя на латинице. Еще радует то, что здесь около каждого столика есть удлинитель с розеточками. То есть можно будет подзарядить телефон, если вдруг он будет садиться. Круто. У каждого столика свои брошюрки тех университетов, которые представлены. Университеты готовятся. Застилают столы с лейблом своего университета, который я клеила. Это бизнес-университет. Теперь это все вот так выглядит. И остальные также. А кофе брейд будет? Кофе брейд будет? Кофе брейд будет? Камера. Все протоколирует. Кофе брейд будет? Кофе брейд будет? Кофе брейд будет? Кофе. Итак, мой университет сипиенца, университета ди Рома. Университет сипиенца римский. Только у меня еще никто не пришел. Везде уже установили вот эти вот баннеры, столы. А у меня еще никого нет. Пипец. Мы будем ждать. Мы будем ждать. Уже перевожу здесь примерно час. Все так классно проходит, если честно. Уважаемые студенты, начинается сал Гарденбалдрун. Классно еще то, что многие говорят кто-то на итальянском, кто-то на английском. И не надо всем переводить. А, кто не понимает, тому я перевожу. Ну, у меня все получается круто. Уже раздали почти все брошюры. При этом не забывайте. Удивай на познависи. Удивай на славянском, на сапиенце мирного. Михаэла, можешь сказать что-то для моих друзей в итальянском? В итальянском? Да. Это было очень красивое permanение, både в Арматики и в Астана. Мне очень нравится это место. Это немного холодно, но хорошо. Да, холодно. Плывет, но хорошо. Это всегда divertенно. И у меня есть хорошие коллаборатели, между которыми и ты. Большое спасибо за Рома. До свидания. Ну вот и все, ребята. Так быстро прошли эти пять с половиной часов. Так быстро прошло время. Здесь счастливая, довольная собой. Все здорово, все переводило, все получилось. И еще мне Микаэла, моя, подарила сумочку от этого университета и со всеми там штучками, брошюрками. Вот так она выглядит. Вот такая сумочка. Сапиенца. Это именно этот университет. Вот в этом отеле мы были. Хилтон Гарден Инн. Он такой большой, красивый. Ну все. Теперь можно отдыхать. Ура! А я тем временем решила заехать в Керуен по дороге, потому что не было, к сожалению, никакого кофебрейка, не было никакого стола, фуршета. К сожалению, даже кофе не было. Поэтому я пила только в двенадцать часов молоко, а сейчас уже шесть. Поэтому немножко уже проголодалась. Хочу взять креветок неочищенных. Вот это библиотека наша национальная. А это архив в форме яйца. Красота. Ох, сейчас прекрасное время суток. Байте рек. И очень пахнет осенью. Именно сегодня пахнет осенью. До этого пахло зимой. Сегодня потеплело. Плюс один, плюс два градуса. Вообще не холодно. Так иду, и мне классно. И, кстати, нас еще фотографировал профессиональный фотограф. И она взяла мой имейл. И имейл некоторых, кого она фотографировала. И потом она нам на имейл отправит фотографии, где мы там есть. Это круто. Я тем временем уже с парковки дошла до главного входа. В общем, я решила ограничиться салатом корейской морковкой и багетом с чесночком. Потому что совершенно не хотелось ждать минут 15-20 для того, чтобы приготовили мне мои креветки и подниматься наверх. И Вове взяла гориллу с перечной мятой. Субтитры сделал DimaTorzok